МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Раньше я думал, такое можно встретить только в интернете. НО! Вот уже два месяца, как я не курю табачных изделий. Самочувствие намного улучшилось. Есть в этом как плюсы, так и очевидные минусы. Из очевидных плюсов хотелось бы отметить то, что стало как бы больше времени, больше энергии в течение дня. Делаешь больше работы, время кажется, что летит незаметно. Ну, в принципе, как бы тут сложно говорить. Бросил, человек не бросил, временно не курящий, потому что нужно было просто не начинать. Вот. Из очевидных плюсов этого, это дыхание стало лучше, стало больше, ну, скажем так, быстрее проходят болезненные процессы. Если ты, допустим, заболел, то теперь намного быстрее выздоравливаешь. Вот. Из положительной динамики вес стабилизировался. Я перед этим немного сбросил веса в процессе того, как худел, бросал курить. Вот. Ну, из положительных моментов хотелось бы еще отметить то, что стало больше денежных средств оставаться на разные приятные мелочи, такие как там печенюшки, всевозможные сладости, чипсы, пряники и все остальное. Вот. Но злоупотреблять этим не нужно. Вообще, это как бы не напутствие кому-то, сугубо лично мое мнение. Вот. По поводу того, что вам делать, бросать, не бросать, решать вам самим только. Поэтому это, скорее всего, такой, как бы, отчет о проделанной работе. Два месяца без сигарет. Что же конкретно изменилось? Изменилось, в принципе, многое. Очень сильно бесят люди, которые идут, впереди тебя там курят, допустим, либо даже сзади, запах этих сигарет аж въедается у горла. Вот. Сейчас уже, конечно, не так, как поначалу это раздражало, но, тем не менее, данный факт имеет место быть. В плане того, чтобы, допустим, когда подходишь к остановке, тебе не нужно стоять, курить, убивать на это время, но то, чтобы подождать там трамвай, либо опуститься в метро. Поэтому, как бы, времени свободного становится больше, которое можно провести с пользой и для себя, и для ребенка. Вот. Еще один из существенных моментов, это то, что раньше мне нужно было, допустим, встать там, в течение часа прийти в себя, это выкурить минимум 2-3 сигареты, выпить чашку кофе. Вот. Сейчас достаточно просто чашки кофе или чашки чая, для того, чтобы прийти в норму. Сигареты уже не нужны. То есть, не нужно вставать каждое утро, хвататься за пачку с сигаретами, или искать вечером, где же купить. Вообще, стал замечать такую вещь, что курил очень много, пачка, полторы пачки в день. Если, допустим, жена там говорит, нужно пойти в магазин, купить там водички, там молока или еще чего-нибудь. Вот. То как-то времени не находится. Но если нужно купить сигареты, то собираешься в 2 раза быстрее. И идешь в магазин ночью. Там вообще ужас, кошмар просто, на что мы тратили свое время. Вот. Из отрицательных моментов бросания курить, это то, что люди вокруг курят. Вот. Это очень сильно бесит. Бесит также то, что постоянно спрашивают сигареты. В легкой доступности их можно купить. Деньги-то есть. Вот. Но нужно себя постоянно ограничивать в этом. Если сделать по-другому, допустим, там, перейти на электронную сигарету, ну, я не знаю, я такого метода не пробовал. Еще из отрицательной динамики данного аспекта можно отметить то, что нет вот этого вот, знаете, когда перед тем, как лечь спать, нужно покурить. Вот. Зато появилось то, что перед тем, как лечь спать, надо что-нибудь съесть. Вот. Хотя, в принципе, как бы, ну, с весом нормально. Он уже устаканился у меня. Пришел в норму. Я, ну, по отношению того, что было до бросания курить и сейчас, я в ноль ушел. То есть, я не набрал и, как бы, не потерял. Но с легкостью могу сейчас взять и начать обратно сбрасывать вес. Вот. Просто пока, пока я думаю, этого не надо делать. Вот. Ну, бросать я, как бы, рекомендовал всем хотя бы попробовать бросить курить. Посмотрим, что будет дальше. Пока только два месяца. Вот. И эти два месяца это уже залог того, что здоровье мое немного улучшится. Вот. Хотя я там не говорю, что я там чем-то таким серьезным болею. Нет. Просто для самого себя попробовать. Я вообще даже представить не мог, что как это так я там брошу курить. Хотя, тысячу и один раз пытался это сделать. Пытался бросить курить при помощи таблеток, крупок, пластырей, наклеек разных всевозможных. В общем, чего я только не перепробовал. Ничего не помогало. Максимум, чего я добивался от прежних стараний, это ненадолго я бросал курить. Там буквально неделя. Нет, был один период раз в полгода. Я не курил. Аж целых полгода. Вот теперь будет реальная возможность побить такой рекорд. Вот. Но, тем не менее, никакие крупки, пластыри и жвачки там ничего мне не помогало. Почему? Не знаю. Вот. Может быть, просто не было желания такого, как появилось сейчас. Вот. В принципе, да. В основном здесь желание, жадность, скажем так. Осознание того, что сколько ты тратишь денег на сигареты. Куда это все уходит. На эти деньги можно было бы купить, например, на этом ребенку. Подарок каждый день. Маленькую какую-нибудь игрушку. Вместо пачки сигарет. Вот. То есть, нужно чем-то заменять это дело. Хорошего в этом мало. Ну, а без сигарет я смог себе позволить там купить какие-то хорошие вещи. Вот. Например, ту же самую EDC-кепку, которая есть сейчас. Которая мне очень сильно нравится. Которая была куплена на сэкономленные деньги. Вот. Такая EDC-шляпа. Кашкетик. В принципе, для того, чтобы бросить курить, у каждого свой путь. Но начинается все с банального желания бросить курить. Если желания нет, то мне надо даже и начинать пытаться. Вот. Два месяца без сигарет. Я не знаю, мне сейчас легко говорить. Но раньше было очень трудно. Бесили люди, которые шли перед тобой. Буквально там в 3-4 метрах курили. Так же спеша на работу. Вот. Либо там выбрасывая сигарету. Прямо под трамвай. Заходя в трамвай там в метро. Вот. Очень бесило. Вот этот вот запах, который сразу же начинаешь слышать запахи намного лучше. Где-то через неделю, ну, неделю-две. Вот. И вот это вот так резало. Просто до тошноты резало нос. Вот. Потом мне, правда, повезло. Я немножечко заболел. И насморк заглушил все эти муки. Вот. Но, тем не менее, факт налицо. Без сигарет намного лучше. Проще. Ребенку больше нравится. Когда папа никуда там на балкон не выбегает в подъезд, чтобы покурить. Как всегда рядом. Вот. Стоит задуматься о своем здоровье, о своем будущем, подрастающем поколении. Что мы сможем дать своим детям. Вот. Все это, конечно, звучит так обыденно. Но это стоит того, чтобы хотя бы попробовать. Вот. В среднем где-то в районе двух тысяч рублей я сэкономил для своей семьи в бюджет за месяц. То есть за год получается вполне такая приличная сумма. Двадцать четыре тысячи. На двадцать четыре тысячи, вы извините, но даже на данный момент можно купить один взрослый, один детский велосипед. Со всеми три бомбасами. Со шлемом, с перчатками, с фонариком. За такие деньги можно очень сильно разогнаться. Даже по сегодняшним меркам. Вот. Поэтому сядьте, посчитайте, сколько вы тратите денег на сигареты. Сколько приблизительно времени занимает у вас курение. Если вы курите пачку в день, то это час времени в сутки. Целый час вы тратите на сомнительное удовольствие. Да. Конечно, хорошо было, когда я курил. Там первая неделя. Но потом это просто банальное выбрасывание денег. Когда ты ищешь, где купить пачку сигарет. Ищешь способ пойти покурить. Во время работы, во время учебы. Во время там просто посиделок с друзьями. Когда вы выходите все вместе покоптить. Бедные легкие. Бедные люди окружающие, которые вынуждены это все вдыхать. Между прочим, вас проклиная. Всеми фибрами своей души. Так что подумайте, стоит это делать или нет. Я думаю, что попробовать бросить курить все-таки стоит каждому. От этой попытки может в корне измениться вся ваша жизнь дальнейшая. Пробуйте. Ну, а я постараюсь держаться дальше. Потому что это как наркомания. Бывших наркоманов не бывает. Точно так же, как и бывших пыльщиков тоже. Вот. Посмотрим, сколько времени у меня еще будет без сигарет. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Будет еще много других видосов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok